это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня не вывозит жалобами на регионального мусорного оператора занялись в уфас форменный квест за сколько рязанцы готовят детей к школе победа в битве на воже анонс фестиваля с особым подтекстом жалобы на регионального мусорного оператора в соцсетях звучат постоянно понятно что далеко не все они объективны но при этом по каждому из них специалисты управления федеральной антимонопольной службы проводят выездные проверки похоже на этот раз взялись всерьез принципиально не вывозят крупногабаритный мусор это главная претензия к региональному оператору от жителей сразу нескольких многоквартирных домов мусор говорят они пылился на контейнерной площадке не неделю или две а в районе месяца за дело взялся региональный уфас мы полагали что все таки вот такой вот поведение как пронска свидетельствует о том что он злоупотребляет доминирующим положением потому что не каждый не вывоз скажем мусора является антимон нарушением антимонопольным законодательства в антимонопольной службе эко пронска оправдывался тем что мусор этот не крупногабаритный а строительный потому мол пусть жители и идут и заключают контракты со сторонними организациями по итогу рассмотрения дела принято решение что региональный оператор нарушил положение части 1 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции это злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке теперь и капронску выдано предписание об устранение правонарушений современной тенденции заключается не в том чтобы наказать хозяйствующий субъект о том чтобы не было противоправного поведения в будущем это основная задача как раз и выдано предписание но что касается привлечения к административной ответственности то это как бы вторично но к сожалению привлекать очевидно придется базовый штраф по данному нарушению составляет 650 тысяч рублей как заявили в антимонопольной службе расчет штрафа достаточно сложный учитываются как смягчающие так и отягчающие обстоятельства от каждого из них сумма будет соответственно уменьшаться или расти на восемьдесят семь с половиной тысяч рублей и это учитывая что региональный оператор уже не первый раз попадает в поле зрения уфас тем не менее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня принятия в госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку товаров для школы все дело в том что собрать ребенка к новому учебному году что называется влетает в копеечку депутаты посчитали что школьная статья расходов среднестатистических семьях может составлять до 30 процентов от общего дохода ну а пока обращение депутатов на рассмотрение у министра финансов наша съемочная группа решила узнать все тонкости сборов к началу учебного года одежда обувь констовары учебники портфель сентябрь уже не за горами готовить ребенка к школе все родители начинают в августе в прошлом году по данным росстата на мальчиков среднем тратили 22 тысячи рублей на девочек 26 в этом похоже будет больше у меня двое детей дорого и вот я если нам раньше владимир владимирович помогал года два назад была помощь очень большая сейчас вот в принципе в среднем на не тысяч 20 на каждого ребенка нужно рязанцы вспоминают в советское время экипировка ученика обходилась дешевле а учебники вообще выдавали в школьной библиотеке раньше было проще раньше учебники давали уже в школе их не покупали форма была одна у всех единая было легче намного если на учебниках можно сэкономить приобрести потрепанные на одежду снизить затраты удастся едва ли сейчас почти у каждой школы в нашей стране своя форма причем зачастую оргкомитет класса выбирают новую модель ежегодно и тут уже хочешь не хочешь а обновлять гардероб ребенку придется это может быть пару тысяч рублей а может заканчиваться вы понимаете да какими вещами и какими ручками и тетрадями поэтому все зависит от финансового благосостояния семьи а в среднем если собрать ну форма дорога все какие-то дополнительные принадлежности не так дорого вот я думаю что одежда это основной атрибут ну книги впрочем по словам специалистов снизить затраты все-таки можно например не обязательно покупать весь боекомплект школьника накануне учебного года в большинстве магазинов одежда и канцтоваров в конце сентября начале октября стартуют распродажи поэтому предприимчивым родителям эксперты советуют дождаться приятных скидок и уже тогда закрыть вопрос со школьной экипировкой а если будет депутатский налоговый вычет подготовка станет еще проще кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город как сообщает соцфонде страховая пенсия по старости может быть назначена и раньше общеустановленного возраста такое возможно если пенсионеры работали во вредных или тяжелых условиях служили по контракту у них трое и более детей остальные условия в нашем следующем сюжете в этом году досрочно на пенсию вышли 423 рязанца большая часть из них мужчины страховой стаж у них минимум 42 года для женщин эта цифра меньше 37 напомним что для досрочного назначения пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы на территории россии за которые уплачивалась страховые износы по обязательным пенсионным страхованием периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию то есть больничной периоды прохождения военной службы по призыву здесь же период участия в СВО при том как во время прохождения военной службы так и во время пребывания в добровольческом формировании но есть и свои но страховой стаж дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию не засчитывают с периода получения пособия по безработице а также уход за детьми до полутора лет и не трудоспособными гражданами досрочная пенсия может быть назначена на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста выписку из индивидуального лицевого счета можно получить как в личном кабинете на портале госуслуг так и в клиентской службе регионального соцфонда уже в эту субботу 12 августа в селе глебово городище состоится 21 межрегиональный военно-исторический фестиваль битва на воже посвященной 645 годовщине первой победы объединенных русских войск над золотой ордой для всех желающих посетить события из рыбного и рязани будет ходить общественный транспорт будет в этом году праздника и особый подтекст так масштабно победу русского воинства на над ордынцами в селе глебово городище празднуют вот уже 20 лет а начиная с 2012 года межрегиональный военно-исторический фестиваль победа в битве на воже включен в перечень особо важных военно патриотических мероприятий россии основную программу праздника обычно меняют не сильно на этот раз гостей вначале будет ждать выставка вооружения и техники в дэв десантная техника вооружение на технике там пушки пулеметы будут те тактико технические характеристики расписаны будут объяснять рассказывать можно будет фотографироваться можно зайти посмотреть там что чего и как то есть это будет при входе там площадка смотровая мы сегодня определили это место вместе с теми организаторами кто там занимается и представителем десантного нашего училища кроме того в этот день проведут крестный ход и литию во славу русского воинства само же представление снова будет масштабным и по числу участников и по числу зрителей организаторы ожидают приезда до 12 тысяч человек будет в этом году битвы на воже особый подтекст учитывая проведение специальной военной операции посыл фестиваля будет категоричен все направлены на том чтобы победа будет за нами нынешней специальной такой сложившейся сложной ситуации когда это специальная военная операция и наш народ особенно и школьники которые много что делают отправляют благотворительную помощь различные коллективы предприятия и непосредственно армия солдаты а мы все солдаты от рядового до генерала солдаты нашей родины будем делать и делаем а сегодняшнее мероприятие именно посвящено тому чтобы мы победили победа будет за нами враг будет разбит в ближайшую субботу к месту проведения фестиваля победа в битве на воже будет курсировать специальный микроавтобус площади привокзальная города рыбная до села глебова городище в 10 00 10 30 и 11 обратный маршрут начиная с 14 часов в рязани точка сбора бывший магазин декатлон всех любителей исторической реконструкции будут ждать с 10 утра самым ярким из звездопадов этого года обещает быть метеорный поток персеиды в августе ожидается что его максимальная интенсивность составит 100 150 падающих звезд в час опасно ли это в нашем следующем материале уже в древних китайских летописях содержится упоминание о персеидах в восьмом девятом веках об этом звездопаде регулярно упоминают в китайских корейских и японских исторических документах в италии звездопад получил красочное название слезы святого лаврентия поскольку 10 августа празднуется день этого святого тогда же и наблюдается пик персеид первые редкие метеоры появляются 17 июля последние вспыхнут 24 августа максимальная интенсивность потока в 2023 году придется на две ночи с 11 на 12 августа и с 12 на 13 в это время количество светящихся метеоров может быть и 100 и даже 150 увеличение и уменьшение числа падающих звезд происходит постепенно первые и последние дни звездопада обычно сгорают 1-2 звезды в час метеоры летят со скоростью около 210 тысяч километров в час и начинают загораться на высоте в 70 километрах над землей некоторые наиболее крупные будут падать несколько секунд оставляя в небе яркие струйки бывалые наблюдатели справедливо рекомендуют любоваться звездопадами за городом там где небо темнее телескоп или бинокль не понадобятся метеоры хорошо видны невооруженным глазом астрономы уверяют что начиная с 2008 года количество метеоров выпавших на землю из хвоста кометы увеличивается поэтому не исключено что нынешние наблюдения станут весьма плодотворными а звездопад действительно красочным официальным первооткрывателем персид считается бельгийц адольф кеттеле математик астроном метеоролог социолог один из родоначальников научной статистики он публично привлек внимание красочному зрелищу в августе 1835 года лучше всего начинать следить за падающими персидами с 11 часов вечера по местному времени обратив взор на северо-восток интенсивность потока постепенно нарастает после полуночи достигая своего максимума примерно с 2 до 4 30 утра созвездие персея располагается в северной части неба чтобы облегчить поиски нужно искать созвездие кассиопии которая по форме напоминает букву w чуть левее и ниже будет созвездие персея наблюдение за звездопадом в этом году будет удачным луна не полная и свет ее не затмит поток помешать наблюдению за падающими персеидами могут разве что облака уже в древности регулярному появлению звездных потоков придавалось мистическое значение наши предки советовали загадывать желание на падающую звезду тогда она обязательно сбудется ну и в продолжение космической темы сегодня ночью произойдет историческое событие с космодрома восточной ракеты носителем союз 21b с разгонным блоком фрегатки естественному спутнику земли запустят первую в современной истории россии автоматическую станцию луна 25 этого события мы ждали почти полвека главная задача экспедиции отработать технологию мягкой посадки возле южного полюса чтобы создать задел для будущих миссий этим будет заниматься орбитальная часть автоматического зонда на поверхности луны зон будет работать не менее одного года сам же посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса в том числе с помощью криогенного бурения основная задача в этом случае поиск воды прямая трансляция запуска сегодня в час ночи на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3d был и город 62 . tv и на наших страничках в соцсетях всего доброго ну и и и и